Ну, сразу перейдем в дело. Дело в том, что уничтожение санкционных продуктов и уменьшение поголовья скота в личных хозяйствах, все это линия, конечно, одной цепи, это такое латание Тришкиного кафтана. Дело в том, что уже государство не знает, что делать с таким народом, как мы. Надо что-то с ним делать, потому что без какого-то порядка люди начинают разбалтываться, воровать, продавать все, разводить вместо одной хрюшки, там, 10 тысяч. Есть такие, он говорит, это мое личное хозяйство, а у него там тысячи этих свиней. И в этом смысле государство пытается некий контроль поставить. Но другое дело здесь в чем? Сами, может быть, эти инициативы хоть как-то на что-то похожи, но кто будет их исполнять? Исполняют их те же самые воры, проходимцы, жулики, которые будут контролировать, брать откаты, взятки, выпрашивать и так далее. Без смены всей вот этой дурацкой старой ветхой системы это все бесполезно. Эти же самые санкционные продукты наверняка половину уже проданы в другое место, по ресторанам разводятся. Считать поголовье свиней за то, что тебе дадут кусочек сала и так далее. Вот этот бред, с ним обязательно надо заканчивать, надо переходить на новый уклад. Ведь каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому, что пора уже было переходить на металлические изделия. Вот и сейчас уже информационная эпоха, уже все это давно прошли. Опять возвращаются каким-то старым совершенно дурацким методом. Вот это и возмущает народ. Вы дайте покажите будущее, куда идти, а не топчите все подряд уже. Это есть некая агония нашей системы. Продолжение следует... Продолжение следует...